привет youtube с вами не льв горн это игра stoneheart и я вас поздравляю себя поздравляю наконец-таки релизу вас игра в стиме с ранним доступом но это ничто принципе ничего плохого этом нету с версии альфа 10.5 и не так много изменился и в принципе это именно версия как бы для стима поэтому я купил это замечательную игру потому что я говорил когда она релизница в стиме я ее обязательно куплю и буду играть не и потому что всегда приятнее когда у вас все автоматически обновляется вы быстренько смотрите обновление которые выходят и тому подобное это всегда приятно потому что игра стоит того чтобы за ней следить наблюдать как она развивается и как бы играть не так что начинаем с самого начала и думаю здесь будет все в порядке я надеюсь по крайней мере так что давайте с нормальном режиме в вот это sandbox режим конечно нет строить чем строить мы и так можем да поэтому давайте выбираем место и начинаем где наверное знаете вот здесь вот неплохо я смотрю здесь и все и звери у нас есть и так можно вот можно вот здесь вот на углу тоже неплохо так может быть какое-нибудь интересное место есть вообще какой-нибудь там не знаю ну нет я не вижу такого прям вот очень очень интересного места можно вот знаете может быть вот здесь вот идеально смотрите прямая гора то есть мы на ней просто сядем как бы и все с двух сторон на нас будут нападать ничего страшного забор поставим так что давайте там именно и начнем ну мне так кажется будет намного интересней намного дольше грузится это буквально мой первый запуск в steam версии поэтому всякое может здесь произойти так ну принципе нормально единственное я бы хотел посмотреть если тут у нас есть ли на и отлично у нас здесь есть ягоды и где-нибудь давайте прямо ну вот тут вот наверное давайте создадим чтоб не мешаться друг дружке и погнали в принципе первое что нам нужно начать и точнее с чего начать нужно это с рубки деревьев сейчас я уверен очень много обзоров по этой игре будет и тому подобное но ваш покорный слуга говорит как говорится за этой игрой давно давно так что в принципе можете посмотреть если вы впервые смотрит попали на мои видео можете посмотреть старые видео как все строилось как развивалась игра и тому подобное сразу мне дают задание так и мне теперь нужен склад давайте вот здесь прям поставим склад да и пускай не все туда складывает так и сразу давайте мы значит назначаем 1 1 карпентером он у нас будет ну плотненько и 1 назначим охотника отлично для охотника мы сейчас сразу сделаем вот здесь вот прям давайте такой большой такой такую площадь для ловли ловли кроликов там брусуков лис и тому подобное здесь мы сразу начинаем добывать ягодки и знаете что еще мы поставим вот здесь в день где ягодки есть мы поставим сразу лестницу чтобы а енот и енотов еще мы ловим вот это же енот это точно енот похоже да отлично и вот конечно же строить нужно строить здание вот я думаю все таки сразу начинать строить сейчас именно как сказать необычных зданий да то есть моего личного производства либо хотя можно да вот у меня допустим уже есть план примеру как можно здесь построить неплохие здания давайте построим два здания здесь вот прям таки я бы даже сказал небольшие ну как не небольшие нет 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 наоборот очень большие два очень больших два здания сделаем ну и давайте скорость увеличиваем начинаем развиваться карту плотника карпентера мы поставим станочек вот здесь вот чтобы он нам начал производить щиты чтобы я смог уже начать торговать если кто первый раз смотрит это видео они сто процентов знает что щиты очень хорошо продаются но для этого мне нужно сделать несколько вот тяпок и несколько мечей четыре штуки сделаем сразу отлично и в принципе сейчас можно пока что они этим всем занимаются тяпки как для фермера до мечи для воинов наверное так понятно можно даже на паузу нажать пока что чтобы не отвлекаться потому что день же будет идти и давайте попробуем сделать дом можно даже двухэтажный почему бы нет так сейчас секундочку я вот здесь посмотрю хотя ладно какая разница там ровная скала неровная да ну давайте где-нибудь вот здесь вот у нас будет вот такой вот вот такой вот надо ровно сделать 24 на 34 на 28 вот так вот такой квадратный дом ничего бесять всяческих и лишних излишек он у меня будет сделан но сейчас посмотрим что дальше будет стену мы давайте сделаем пускай будет по стандарту то есть камень каменная стена и балки у нас будут деревянные так потом делаем не потолок а делаем ну как бы точнее потолок но потолок и крышу вот так вот правильнее будет так и вот здесь вот наверху а нет 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 сейчас секунду вот так вот надо давайте научимся как это делается потому что как видите здесь 12 14 14 так вот сделаем вот так вот здесь сделаем два таких два таких домика и давайте крышу здесь мы отлично смотрится ребятки по моему уже отлично смотрится вот так вот а можно еще знаете что сделать можно допустим вот здесь вот так вот закончить так а вот а вот а вот это вот к примеру нет нее так вот а вот вот так вот ух великолепно смотрится по моему на мой взгляд конечно на мой взгляд великолепно смотрится так теперь двери если здесь сейчас я про все правильно рассчитал то отлично просто идеально вошла дверь но так как у меня здесь много народу будет то ну сейчас посмотрим ладно секундочку давайте вот перенесем станок не хватает мне места перенесем также костер вот сюда вот и флаг перенесем пускай тогда они это все делают таскают вернемся к строительству я чего-то какой-то очень большой так все они вот на медленной скорости пускай не делают я что-то какой-то очень большой проект запланировал и а сначала еще двери еще двери вот так вот вот так вот чтоб ровно было так смотрите как получается вы сейчас идея в чем наверху спальни внизу столовая вот в чем будет у нас прикол довольно таки симпатично должно смотреться на мой взгляд по крайней мере и мне кажется будет очень даже успешно здесь мы по бокам строим еще такие маленькие двери ну чтобы как бы проход и вот здесь вот вот здесь вот мы поставим такую небольшую лестницу так нет нет не таким образом а вот вот таким вот 78 давайте так ну вот этот чуть чуть ниже бы конечно опуститься потому что я вот не вижу ну как сказать я не вижу низ этого этой территории так ну ладно раз два три четыре пять нет блин сейчас раз два три высота раз два три четыре пять шесть блоков так так и раз два три четыре пять шесть давайте попробуем здесь вот так вот здесь вот так вот ну если кто не понимает что я делаю да я думаю все понимают все у нас умные люди я делаю ступеньки но вот видите я уже немножко неправильно их начал делать по моему здесь это было блин вот уже уже и не помню ну вот немножко вот так вот получится в принципе нет 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 не так получится все сейчас будет нормально вот и все отлично отлично и здесь давайте также попытаемся сделать то есть вот на этом уровне вот так вот вот так вот шесть шесть блин вот да что что не какой-то этот дельтонизм то вот так вот так вот теперь все блоками все правильно сделано так раз два три четыре пять и вот это шестая нет нет вот так вот значит вот это вот седьмая ступень и вот такие у нас лестница будут на второй этаж как вам по моему симпатично смотрится но это конечно на мой взгляд я могу ошибаться или просто у меня может быть какое-то чувство не красоты плохое точнее чувство красоты плохое так ладненько давайте дальше это исключительно украшение конечно идут сейчас то есть мы поставим окошки давайте здесь вот так вот через два блока здесь через три блока здесь у нас через три блока но от стенки я считаю три блока то есть чтобы ну как сказать ну было симметрично было красиво так наверху так как это у нас будет спальня там можно у нас побольше окон но в принципе тоже такой спорный вопрос конечно давайте вот здесь еще поставим вот так вот здесь обязательно два окошка вот так вот вот так вот на этом уровне жда честно говоря я первый раз такую построечку строю то есть такой довольно таки большую так скажем и поэтому но здесь вот где то где то где то где то где то не сюда вот здесь окно три на три же то так поэтому я надеюсь все будет в порядке никаких ошибок не выдасты или что-то еще в этом роде так по моему очень симпатично смотрится на мой взгляд такое большое здание у нас получилось и в принципе можно я думаю заканчивать давайте мы его сохраним пускай она так и названа будет и да давайте ребятки начинайте строить большой такой строительство самом начале я посмотрел не резнулись не резнулись ли у нас ягодки и начинаем строиться у нас получается двое занятых так в общем давайте у нас просто можно посмотреть сколько у нас рабочих у нас раз два три четыре пять рабочих поэтому мы сейчас вот здесь закажем щиты вот эти вот давайте штук ну штук 40 прям самом начале так и одного делаем фермера одного делаем фермера сразу же и ему где-нибудь вот здесь вот выдаем поле чтобы он нам начинал делать морковку давайте посадим и еще что-нибудь сейчас так и пускай вот здесь вот у нас будет брюк вырастим так у нас пришло задание на еще одного человечка мы пройдем его нет у нас не хватает network ворч богатство как бы население так я понимаю этого к сожалению и печально что не получилось ну ладно сейчас мы это все исправим потихонечку вот охотнику настолько нечего делать все плотник пошел расти здесь они будут сами как бы строить все надеюсь без всяческих поломок дерева у меня очень много у меня нет только камня кстати который так-то вообще-то по-хорошему нужно было бы добыть а вот добывать его желательно но я бы хотел знаете как центральная улица шахта чтобы в центр входило то есть чтобы все это было симметрично поэтому блин вот не видно а вот все видно вот так вот у нас значит идет так 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 вот вот так вот мы вы выкопаем шахту сейчас здесь вот таким вот образом здесь давайте срубаем деревья они в любом случае нам не понадобится выкопаем шахту выкопаем шахту и уже оттуда будет добываться нам камень он уже побежали потому что камень нужен это и крыша это и в данном случае стены у нас сделаны из камня поэтому ко мне придется довольно таки много добывать он нам понадобится так ладно потихонечку еду мы в любом случае да будем как бы не будем голодать но вот не забывайте что еда любая еда которая лежит допустим не на складе она не считается да не считается как бы не идет в счет когда приходит новый человечек поэтому обязательно нужно класть все на склад пока что не появились ни гоблины ни наездники на волках так что пока все спокойно пока можно спокойно строить развиваться потихонечку ну вот здесь я смотрю уже железо вроде бы добыли да это же а это у нас олова оказывается так и вот вот здесь давайте вот внутреннюю часть тоже вот так вот срубим и я бы даже наверное еще вот там вот добавил пускай они это все уберут потому что все таки а ну вот все вот давайте вот ну вот так вот потому что ко мне нужно все таки много так к нам пришел караванщик но это исключительно задание вот собственно говоря я обменял похоже дерево на вроде бы дерево на забор у нас сейчас свободный человек который вот как бы таскает добывает и тому подобное это охотник то есть когда он ставит ловушки и пока в ловушке никто не попал то есть да он там вот собирает ягоды бегает там переносит предметы и тому подобное а рабочие вот пока что они вот не закончат его дом они перетаскивать ничего не будут вот это немножко тоже неправильно это единственная на момент который мне не нравится что нельзя вот именно последовательность заданий дать рабочим то есть кого-то назначить на переноску кого-то именно значит на добычу кого-то назначить именно на строительство это было бы грамотно мне кажется просто ими элементарно сделать профессия строителя носильщика там шахтер и дровосека и тому подобное это было бы интереснее на самом нет окажется и можно было бы вот собственно говоря пришел торговец мы ему можем продать щиты у нас их 32 штуки по 24 монетки раньше они стоили намного дороже но как видите из всего что у меня есть самый дорогой предмет и принципе здесь можно купить к примеру кровати да вот можно купить ну что давайте купим 10 кроватей вот собственно говоря мы на все и купили кровати поэтому сами как видите придется очень много денег добывать и охотник у нас качнулся отлично тут я вот смотрю они уже начинают строить лестницы для постройки балок стен и тому подобное здесь очень много придется строить это такое здание она будет очень долго строится и в этой серии я даже наверное не успею его достроить но планы как видите у меня большие такое центральное здание общежитие даже общежитие хотел сказать общежитие внутри я знаете что сделал я сделаю посередине столовую а по краям я сделаю склад вот таким вот образом у нас будет то есть и будет здесь еда хранится прям внутри они будут забегать оттуда уже прям еду брать и как бы и ежи и кушать как-то так вот он уже в будущем доме спит на полу будущего дома видите тут уже вот и лесенки начали строить то есть пока что все отлично идет раньше в начальных версиях очень много глюков было на самом деле а ну вот собственно говоря мы можем убрать вот это и увидим что они уже начинают здесь и леса строить на постройку балок леса строительную постройку еще чего-то то есть очень много предметов которые надо будет здесь делать а так мне по моему не хватает или ну вот камень есть вот принципе и камень не уже делают из камня выкладывать начинает стены так плотник вообще ну мое мнение плотник вообще не должен никогда отдыхать поэтому давайте даем ему прям вообще очень много заданий двери окна то есть всячески такие вот всяческие предметы которые нужно будет очень много для декора для освещения и тому подобное вот 20 фонарей давайте закажем потом закажем давайте 10 стульев 10 таких столов 10 таких стульев и таких вот 10 столов и комод и лавки не будем и тумбочку тоже закажем кровати 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 пока что я не буду заказывать пока подождем пускай он вот с этим всем справиться я очень много заданий как видите вот у меня еще один приход человека то есть сейчас будет проводиться опрос так скажет так сказать моего богатства или тому подобного смогу ли я обеспечить этого человечка и похоже да смогу ура у меня новый человечек вот он бежит питер сейчас он отдаст так сказать честь моему поселению моего поселения то вот мой флаг грубо говоря сейчас он все вот и подбежал к нему и все и все он начинает работать начинается прогресс они как видите начинают сразу и второй этаж строить и вообще все просто у них тут шикарнейшим образом идет все великолепно конечно идет мне нравится как стройка идет камень пока есть дерево ты фигища и я не буду конечно сейчас не добавлять не фермера не чего-то еще такого потому что в данном случае не рабочие нужны чтобы закончить вот это вот здание потому что его долго очень буду строить реально долго а зачем вот здесь вот нужны вот эти рабочие лица странно все дружника побежали кушать ну вот видите видите в чем проблема о том я и говорю что вот здесь еда есть ее остается только на склад перед нести да но никто этим не занимается охотник он ну мне тут здесь очень много можно переносить он за переносится так сказать слишком много может быть я задание надавал самом начале или может быть для начала слишком тяжело ну а в принципе почему бы и нет да почему бы самом начале не построить сразу какое-то большое такое строительство замутить так вот еще у нас один торговец пришел вот давайте мы продадим оставшиеся щиты и ну к примеру я буду знаете что купил я бы здесь вот купил немножко кожи обработанный еды наверно да я вот 10 штучек пускай будет и все остальное мы потом еще посмотрим потому что профессии довольно таки много и и и в каждой можно будет что-то делать и продавать также и каменщик будет у нас который будет нормально так делать интересные предметы и скорее всего они будут дороже продаваться кузнец есть много профессии интересно но это уже будет следующей серии все и конец строительства тоже будет в новой серии так что если вам нравится эта игра и нравится видео которое я снимаю подписывайтесь на канал ставьте лайки если вы хотите видеть больше видео по этой игре и вам понравился это видео в данный момент с вами был не в горн всем всего хорошего пока